Всем привет, друзья, на связи мой компьютер и у микрофона Ирбис, и сегодня мы поговорим о трех игровых сборках с Алиэкспресс. Процессоры Xeon, материнские платы Huanan, все это уже несколько лет как стало привычным для сборки недорогих ПК из Китая. Однако сокет LGA775 окончательно перестал подходить для игр, а цены на процессоры и оперативную память ощутимо упали в последнее время. Так что давайте посмотрим, какое актуальное железо для игр сейчас можно взять из Поднебесной и не только. Базовая игровая сборка. 18 тысяч рублей и игры Full HD со средними настройками графики. Популярный еще год-два назад сокет LGA775 пора окончательно отправить на покой. Да, на нем еще худо-бедно можно запустить часть новых игр, особенно если сильно разогнать старенький Xeon, но в общем и целом насладиться плавной игрой с хотя бы 30 кадрами в секунду получится далеко не всегда. Поэтому теперь самый минимум это сокет LGA1156. Самая популярная и интересная модель процессора для него это Xeon X3440. Четыре ядра, восемь потоков и в легком разгоне без проблем достижима частота в 3,5-3,7 ГГц, что выводит процессор на уровень топовых Core i7 первого поколения. Единственный существенный минус этого камня – отсутствие поддержки EVX инструкции. Да, пока что без них запускаются практически все игры, но в ближайшем будущем ситуация может измениться. Стоит такой процессор всего 1000 рублей и какой-либо настройки платы для корректной работы не требует. В общем очередной бестселлер, как в свое время были Xeon на LGA775. Xeon X3440 достаточно горячий процессор, имеющий TDP 95 Вт, а на деле при разгоне тепловыделения может быть и больше 100 Вт. Так что требуется хороший башенный кулер как минимум с тремя-четырьмя тепловыми трубками. Варианта тут два. Или брать с Али безымянное решение за 1000-1400 рублей, зачастую с четырьмя-шестью теплотрубками, или же в ближайшем компьютерном магазине взять проверенный Gamax 300, где-то за ту же сумму. По эффективности сложно сказать, кто из них будет лучше, так как зачастую китайские кулеры имеют неровную подошву, что ухудшает контакт и повышает температуру, нивелируя большое количество теплотрубок. Разгон поддерживается на платах с чипсетами H55 и P55, и я рекомендую все же брать пусть и бэушные, но брендовые решения. Они стоят не сильно дороже безымянных, зато точно не будет никаких проблем со стабильностью. Хороших вариантов четыре. Гигабайт GAP55US3L, MSI-P55CD53, Biostar H55A+, и Asus P7H55. Стоимость таких решений колеблется от 3 до 5 тысяч рублей, в зависимости от количества разъемов, охлаждения и фаз в цепи питания процессора. С оперативной памятью все достаточно просто. Больше 16 гигабайт этой системе точно не потребуется, а раз у нас есть 4 слота, можно набрать этот объем четырьмя дешевыми плашками по 4 гигабайта. Причем на первое время можно взять всего 2, 8 гигабайт более, чем хватит современным играм на средне-высоких настройках графики. Что касается бренда, то на него можно не обращать внимания, ибо всяких ML, LSE и прочих Anka Wall развелось множество, а по качеству они все одинаковы. В итоге две плашки по 4 гигабайта DDR3-1333 обойдется вам в 1600-1800 рублей. И самое интересное в сборке – это, конечно же, видеокарта. Еще год назад за 4 тысячи рублей можно было взять только GTX 750 Ti. Теперь же за эти деньги продается GTX 960, которая позволит поиграть в современные игры в Full HD как минимум на средних настройках графики. Разумеется, все такие продающиеся видеокарты бэушные, с не оригинальным охлаждением, а зачастую и платами. Так что обслуживание и замена термопасты после покупки обязательно. Еще один важный момент – не ведитесь на объявление о продаже таких видеокарт за 2-2,5 тысячи рублей. Это с вероятностью в 98% GTX 460 или 550 Ti с перебитыми номерами. Отличить ее от настоящей очень просто. На 900-й линейке видеокарт нет VGA-выхода. И если он есть на картинке у продавца, то это точно подделка. Так как мы живем в прогрессивном мире, в нем не место устаревшим жестким дискам. SSD существенно ускорит работу системы и время запуска игр. Ладно, я конечно же шучу. Жесткие диски были и остаются дешевыми и емкими файлопомойками. На которые, к тому же, можно поставить не самые требовательные игры. Но так как сборка сегодня минимальная, то обойдемся только SSD на 240-256 гигабайт. Этого хватит и для системы, и для нужных программ, и для пары-тройки тяжелых игр. Стоимость твердотельного накопителя такого объема составляет порядка 2000 рублей, если брать проверенные решения от Kingdian и Kingspec. В будущем, разумеется, можно будет докупить и HDD на терабайт. А вот остальные комплектующие, то есть блок питания и корпус, лучше брать в России. Причину тут банально. Зачастую доставка корпуса из Китая стоит как сам корпус, да и помять его может любимая нами почта России. Поэтому тут имеет смысл зайти на Авито или на Е-каталог и подобрать самый простой корпус за 1000-1200 рублей. Наша сборка не особо горячая и не имеет тяжелых комплектующих. Так что такого фольгированного решения без проблем хватит. По блоку питания тоже все просто. Тут нет никакого доверия китайцам, и в лучшем случае их PSU на киловатт за 2000 рублей выдаст вам ватт так 300-400 и умрет от первого скачка напряжения. Так что опять же берем в России проверенные недорогие решения за 2500-3000 рублей на 500 ватт. К примеру, Чифтек, линейки GPS, GPA или FISP линейки PNR. Благо выбор там большой, можете подобрать оптимальный. В итоге в среднем такая сборка обойдется всего 18000 рублей, при этом позволит поиграть в Full HD на средних настройках графики. Единственный ее минус – достаточно скромные возможности по апгрейду. Процессор тут тупиковый и вывезет видеокарту не лучше RX 570. В будущем стоит поставить еще 8 гигабайт оперативной памяти и накопитель по желанию. Так что еще пару-тройку лет, скорее всего, вы сможете поиграть в большинство ААА-проектов, но дальше только продавать и брать что-то новое. А теперь среднеуровневая игровая сборка. 30 тысяч рублей игры Full HD с высокими настройками графики. Сокет LGA 1366 можно назвать старшим братом LGA 1156. Тут процессоры имеют сходную архитектуру, но вот число ядер больше – до 6. И этим стоит воспользоваться. Самым популярным и выгодным является Xeon X5650. Он почти самый младший в линейке, но разгон нивелирует эту несправедливость. В итоге за 800 рублей можно получить 6-ядерный 12-поточный процессор, который успешно работает на частотах в 4-4,5 ГГц. Решение максимально вкусное, но все портят две вещи – достаточно дорогие платы и отсутствие поддержки EVX, что может аукнуться в будущем. К слову о материнских платах. Брендовые решения на чипсете X58 стоят просто нереальных денег – 8, 10, а то и 15 тысяч рублей. Конечно, есть решения от Huanan за 5-6 тысяч рублей, но у них есть одна проблема – они не дают разогнать процессор, а стоковые 3 ГГц маловато для современных игр. Так что придется раскошелиться на брендовые решения типа Asus P6 SE за 8,5 тысяч рублей. Шестиядерник под разгоном – горячая штучка, тепловыделение легко может уходить за 120-140 Вт, так что имеет смысл брать башенные кулеры с четырьмя шестью теплотрубками. Стоят такие решения на Али порядка 1700-2000 рублей. Но что особо радует в этом сокете – процессоры на нем поддерживают дешевую регистровую память, поэтому на первое время можно взять три плашки по 4 ГБ DDR3, ибо трехканальный режим, и всего за 1700-1800 рублей. Разумеется, в будущем объем можно удвоить, и 24 ГБ памяти точно хватит для такой сборки на все время ее работы. По видеокарте тут все просто. На Али достаточно много AMD RX 470 от Sapphire на 4 ГБ за 6-7 тысяч рублей, что делает ее лучшей видеокартой за такие деньги. Конечно, это бэушные после майнинга, но Sapphire – лучший производитель видеокарт от AMD, так что после обязательной замены текущих прокладок такая видеокарта может прослужить вам еще долго. Ее производительности без проблем хватит для игр на высоких и даже ультра настройках графики Full HD, однако лезть в разрешение 2К с 4 ГБ видеопамяти точно не стоит. По накопителям все просто. К простому SSD и сборке выше добавляем жесткий диск на 1 ТБ, который имеет смысл брать в России, ибо цена на Али не особо ниже, а шанс получить бэушный накопитель выше. В сумме такая связка выйдет где-то в 5 тысяч рублей, 2 тысячи SSD и 3 тысячи жесткий. По блоку питания и корпусу требования тут серьезнее, чем в прошлой сборке. Очевидно, что никаких китайских PSU не берем, только брендовые решения на 500-600 Вт типа Be Quiet System Power 9, которые можно найти в РФ через Е-каталог за 3600-4700 рублей. По корпусу тут на свой вкус, главное, чтобы кулер и видеокарта влезли, но в среднем не стоит тратить на него более чем 2000 рублей. В итоге сборка, которая без проблем справится с современными играми на высоких настройках графики, обойдется вам в 30 тысяч рублей. Опять же, потенциала для апгрейда процессора тут нет, но и отсутствие VX печалит. С другой стороны, с разгоном до 4,5 ГГц такой камешек без проблем вытянет и Vega 56 или GTX 1080. То есть запас для комфортного гейминга есть на 3-4 года вперед. И, наконец, высокопроизводительная игровая сборка. 52 тысячи рублей, игры в Full HD с максимальными настройками графики. Вот мы и подобрались к актуальному максимуму для Игорса Али. Это Xeon E5-1650. Он имеет 6 ядер и 12 потоков, разгоняется до 4,2-4,5 ГГц и основан на архитектуре Sandy Bridge, которая новее, чем у Xeon, который был выше, и поддерживает AVX инструкции, так что в обозримом будущем проблем с современными играми не будет вообще. Стоит такой процессор порядка 6,5 тысяч рублей. Решение это под разгоном достаточно горячее, неудивительно, ибо даже в стоке TDP у него больше 130 ватт. Так что решение с шестью теплотрубками уже не будет тут лишним, а за него придется отдать порядка трех тысяч рублей. Почему же не стоит смотреть на решение, где 8 или 12 ядер? Причины тут две. Во-первых, игры любят высокую производительность на ядро и плохо параллелятся больше, чем на 12 потоков. Так что Xeon, у которого 16 или 24 потока и частота 3 ГГц, остается не у дел. Во-вторых, стоят такие процессоры зачастую 15-20 тысяч рублей, а за эти деньги уже можно взять современные Ryzen, которые и производительнее, и актуальнее. Вернемся к нашему шестиядернику и сокету LGA2011. Брендовые платы на нем стоят дорого, да и не нужны они как для LGA 1366, так как разгон возможен и на китайских решениях. Так что имеет смысл остановиться на Huanan X79. Плат тут много, различаются они как портами, так и охлаждением и количеством фаз питания. Стоят оптимальные решения версии 2.49 порядка 7,5 тысяч рублей. Такие платы имеют 4 слота под оперативную память и поддерживают дешевую ECC память. Едва ли для игр в обозримом будущем потребуется больше 16 гигабайт памяти, так что набиваем все слоты дешевыми плашками DDR3 по 4 гигабайта. В сумме они обойдутся нам в 2200-2400 рублей. По видеокарте оптимальным выбором будет RTX 2060. Брать ее с Али нет смысла, так как в России с гарантией ее цена такая же, если не ниже. Для достоверности зайдем на e-каталог, вбиваем фильтр поиска RTX 2060 и сортируем по цене от дешевых к дорогим. Здесь можно найти минимальную цену в России 17 или 23 тысячи рублей. Видеокарта не особо горячая, поэтому даже одновентиляторное решение от Polit за 21-23 тысячи или даже KFA2 за семнашку будет хорошим выбором. Такая видеокарта без проблем справится с современными играми Full HD на максимальных настройках графики, имея неплохой запас на будущее. Увидеть характеристики, сравнить их цену и подобрать оптимальный вариант по фильтрам сделать очень легко и удобно. Ссылки на e-каталог оставим вам в описании. К слову, на Али даже ноунейм-карты на порядок дороже. Можете проверить сами и сравнить цены на e-каталоге даже в вашем регионе с ценами на Али. SSD и жесткий диск можно оставить на прежнем уровне 240 гигабайт быстрого хранилища и 1 терабайт медленного. Хватит для большинства игр и нужных программ. При этом система будет работать быстро. В сумме они стоят порядка 5000 рублей. Что касается блока питания и корпуса, то тут все то же самое, что и в среднеуровневой сборке. Брендовый PSU на 500-600 ватт и любой подходящий корпус на выбор. Конечно, ценник в 50 тысяч рублей далек от бюджетного решения, но с другой стороны. На такой сборке можно без проблем играть в Full HD 60 фпс на максимальных настройках графики во все ААА проекты. И на ближайшие года 3-4 можно забыть об апгрейде видеокарты. Плюс этот сокет не является мертвым, под него есть решение и с 10 ядрами. Да, они стоят сейчас слишком дорого, но очевидно, что в будущем цена будет падать, как и расти число игр, имеющих хорошую потоковую оптимизацию. Так что в итоге эта сборка может послужить началом хорошему игровому ПК на долгие годы. А у нас на этом все, друзья. Полезные ссылочки в описании, с вас лайки и подписки, и до новых встреч!